Но для меня, на мой взгляд, результат Единой России, он немножко другим определяется. Вот это моё личное... И, кстати, я бы говорил, когда Медведев собирал это открытое правительство, то, что я там был, я говорил, что, мне кажется, основная проблема сегодня, что люди считают, что они и власть существуют в разных плоскостях. Эти плоскости не пересекаются. И может, это власть... А так оно и здесь можно? Наверное. Наверное. И вот главная проблема власти, как это преодолеть? Как это преодолеть? Но ещё раз говорю, что вот с моей точки зрения, главное сегодня идти и разговаривать с людьми. И когда я приезжал, поверьте, я шёл, я разговаривал там с колхозниками. Ну, условно, колхозники, селяны, может, не назвать. Я разговаривал там со студентами. Я в разных аудиториях встречаюсь с людьми. Когда ты людям начинаешь объяснять, люди, которые начинают с того, что нет, нам нужна там обязательно прогрессивная шкала подоходного налога, я говорю, ребят, вот я отвечаю за плоскую шкалу. Можно я вам сначала, давайте, вот я объясню, почему она плоская? И они вас слышат, вы их убежали. Почему, нет, секундочку, почему, а потом просто... Вы убеждаете? Думаю, что да. Но для этого с людьми надо разговаривать. Понятно. Роман, пожалуйста. Андрей Михайлович, ещё одну тему затронем. Вы представитель свободной профессии, профессионал свободной профессии. Вы адвокат изначально. Вы человек с либеральным прошлым. Почему прошлым? Ну, и настоящим, и вы не дали мне закончить, так как в «Единой России» вы состоите в, для бога, либеральный консервативный клуб, по-моему, так он называется, или нет? Есть либеральные консервативные, есть либеральные, господи, и где только не состою. Ну, и вообще вас причисляют к либеральному правому крылу «Единой России». Не знаю, резонуют ли. Вот ваше ощущение, в России с либеральными партиями всё хорошо? Нет, конечно нет. О чём вы говорите? Самая большая проблема, на самом деле, в том, что у нас действительно нет нормальной либеральной правой партии. И вот, ну, это, наверное, может быть, очень сложно поверить, когда говорят, там, дискуссии, не дискуссии. Нам, по существу, внутри «Единой России» приходится, и очень часто мы спорим, ну, даже не представляете, до какой степени, для того, чтобы доказывать правоту. Есть только одно «но». Вот, понимаете, можно говорить, там, относиться к клубам «Единой России» как угодно. Я считаю, что «Единой России» есть ровно один плюс. Вот один плюс, то, что удалось сделать за 10 лет. Вот один, ну, один плюс. Пессимистично. Нет, ну, знаете, это для вас пессимистично, а для меня это оптимистично. Вот я считаю, что один есть. Мы научились слушать друг друга. Друг друга внутри «Единой России»? Да. Ну, слава богу. Да, вы знаете, а это очень... Секундочку, а просто, на самом деле, в тот момент, когда оппозиция начнёт слушать друг друга, а не делить, кто самый главный либерал, а кто самый главный демократ, я думаю, что его оппозиция будет не меньше, чем одно достоинство. И внутри партии КПРФ, я думаю, друг друга слышат хорошо. Боюсь, что нет, потому что там есть одна позиция. А я говорю сейчас о другом, у нас разные позиции, мы разные люди. Но, вот есть как бы одно... И поэтому за выдвижение Владимира Путина проголосовали все, кроме одного. Практически единогласно. Разные позиции. Вы знаете, я тоже проголосовал. Я понимаю, что для вас вопрос... Секундочку, а кто? А? А кто вместо? Вы можете сейчас назвать фамилию вместо Путина? Не, просто, эти разные позиции. А вы можете назвать фамилию сейчас вместо Путина? Ну, назовите. Прохоров. Ну, замечательно. Прохоров Навальный, Оксана Дмитриевна. Просто нет выбора. В Российской Федерации 140 миллионов человек. Отлично, отлично, никаких вопросов. Давайте обеспечить. Регистрации кандидатов. Предлагайте. А может работает партия нормально, если у нее нет конкурента? А вы считаете, что у нас нет конкурентов? У нас 50% голосов, еще чуть-чуть и все. Не будет даже большинства. Если так будет продолжаться. А кто ваши конкуренты? Я считаю, что на самом деле, в принципе, в первую очередь, это и те, кто выдвигают. Потому что сегодня, как мне кажется, это даже не конкуренция, понимаете, это вопрос конкуренции идей. Как мне кажется, должно быть. Потому что сегодня идет очень серьезная сдвижка страны влево. Потому что вот все оппозиционные прошедшие партии, они обозначили абсолютно не просто левую позицию, а вот это то, что называется, с моей точки зрения, бюджет и налоги, это вопрос ответственности. Вот для меня самое главное, это то, что сегодня есть два вопроса, я заканчиваю просто так далее. Вот мне кажется, что первое, это то, что власть должна обеспечить, что все обещания будут выполняться, и второе, то, что власть должна, то, что в жизни должна становиться лучше. Обеспечить эту власть, значит, не будут голосовать. Не обеспечить, нет. А люди уже... Понятно. Понятно.